Будем через трошки молиться, но сейчас хотелось бы зачитать лист Саши Читы. И будем так же иметь сбор для нее, для того, что совершает Бог через Сашу Читу, там, где она есть. Хочется зачитать ее лист, то, что она написала. Она пишет так. Привет, мои дорогие друзья, семья и сотрудники. Месяц, как день пролетел, но зато последствий оставил на вечность. У нас сейчас летние каникулы, школа закончилась, детвора отдыхают. Мои дни наполнили бесчисленными часами вождения, воспитания, приготовления разных ответов, изучая книгу евреев. И спонтанными ситуациями, к которым не приготовишься. Наша жизнь с такими сюрпризами полна. Не правда ли, дорогие друзья? Мои испытания являются погодные условия. У нас просто невыносимый зной и засуха. У меня ежедневно головные боли, перерастающие в мигрень. У меня уже есть, у меня уже все масла мятные закончились. Поэтому сижу на обезболивающих и на многом количестве воды. Моим утешением и огромным благословением в этом знойном положении, это мои девочки. Команда, с которыми я служу, здоровье, которое есть и общение с некоторыми из вас в онлайн-режиме. Так что, по большому счету, я благословлена. Мы постоянно ездим на нашу ферму поливать 271 олейные деревья, не считая 100 фруктовых деревьев. Работа очень тяжелая, так как у нас нет запасов воды для себя и огородов. Мы постоянно молимся о дожде. В первых числах этого месяца нам пришлось отправить трое девочек домой. К сожалению, это было связано с их поведением, которое стало распространяться и на других. К огромному сожалению, это были наши старые девочки, которые уже много чего знали, но не смогли удержать маску на лице. Все выплыло в самом конце у финишной. Те, кто казалось бы сильными, оказались слабыми. И наоборот. Поэтому в моем сердце нашлось место одновременно разочарованию и радости. И с тех пор, как не стало их у нас между девочками. Мир, радость, порядок и спокойствие. Никто не боится, никто не волнуется, никто не манипулирует авторитарностью. Все уладилось. Судебное дело одной из наших девочек тоже очень хорошо закончилось. И совсем скоро она и другие будут дома с вашим благословением. Наши маленькие девочки три дня участвовали в библейском лагере при церкви. Слава Богу, никто из девочек не болеет. Все здоровы и счастливы. Учатся жизненным ценностям и духовным. Растут понимание, ответственность и уважение. Нам много чего не хватает, но я буду хвалиться тем, что есть. Ведь действительно, Он делает все прекрасным в свое время. А мы, вооружившись терпением, будем делать то, что в наших силах и возможностях. При этом не забываем взывать к нашему любящему папочке о помощи и совете. Ладненько, все мои хорошие. Буду закругляться. Очередной рейс. Укрепляйтесь с ним. Возрастайте в глубоком познании Христа. И пусть Божья любовь принесет вас через все обстоятельства. Люблю вас и очень скучаю всегда ваша Саша Че. Ось такий лист. Есть и перемоги. Есть и то, что справдя турбует сердце. Когда девчата, какие-то, ни-бы-то, уже, уже, ось, ось, она видела в них то, что они уже зрели, уже могут, уже, ось, сердце їхнє, воно змінилося. Пришлось відправити додому, тому що вони насправді не зрозуміли, вона каже, насправді це була маска, яка спала. Тому підтримуємо Сашу і молитовно, і фінансово, по можливості, що Бог кладе на сердце. Хочется, щоб вона відчувала нашу підтримку всебічно. Там, де вона є далеко.